Содержательную часть своего послания Владимир Путин начал с темы демографии и поддержки семей, тем самым подчеркнув, что решение социальных проблем – главная задача государства. В стране решено продлить программу материнского капитала до 2026 года. Теперь право на выплаты получат семьи и при рождении первенца – более 466 тысяч, при рождении второго ребенка и последующих – порядка 616 тысяч. А ежемесячные детские пособия малообеспеченные семьи будут получать, пока ребенок не пойдет в первый класс. Это первое выступление вообще среди международных лидеров, среди лидер-глав вообще нашего мира, где приоритетом стоит проблема семьи, именно демография. Потому что вся демография очень четко связана с проблемой семьи, а семья – это основной социальный институт. И в зависимости от того, как семья будет чувствовать в нашем государстве, такое государство у нас и будет. Я полагаю, что эти меры поддержки обязательно дадут возможность семье развиваться немножко по-другому. Родителям дадут какую-то опору. Возможно, и я уверена просто, что станет меньше разводов, больше будет у нас детей, которых будут поддерживать именно родители. Развитие получит и сфера образования. Путин рассказал, что теперь бесплатным горячим питанием обеспечат всю начальную школу. Такого не было даже в советское время. Есть и другие хорошие новости. Доплата классным руководителям. Пять тысяч из федерального бюджета классным руководителю – это достойная плата. Это человек, который с утра до ночи занят детьми. Он обеспокоен их воспитанием, их обучением. Я также обратила внимание на то, что будет увеличено количество бюджетных мест при поступлении, особенно в региональные вузы. И о радость, на лечебное дело, на педиатрию, 70-75% мест будут бюджетными. За последние 10 лет продолжительность жизни в стране увеличилась. Теперь среднее – более 73 лет. Таких показателей удалось добиться не без развития системы здравоохранения. Сегодня важно делать акцент на первичном звене оказания медпомощи, считает президент. Владимир Путин поручил активистам Общероссийского народного фронта взять под контроль фельдшерско-апушерские пункты. Сегодня президент поставил перед Общероссийским народным фронтом задачу контролировать развитие системы ФАПов. Это строительство и оснащение ФАПов на местности. Мы сегодня после обсуждения послания проведем совещание и определим, как мы будем работать в этом направлении в городе Сочи. Путин предложил вынести на общественное обсуждение и ряд поправок в Конституцию страны. Кроме того, в своем послании Федеральному собранию Путин поднял и вопрос национальной безопасности, отметив, что обороноспособность страны сегодня обеспечена на десятилетия вперед. Надежная безопасность создает основу для мирного развития страны, что позволяет решать еще больше внутренних вопросов и сосредоточиться на интересах россиян, подвел итог послания Владимир Путин. Обращение президента активисты ОНФ обсуждали после просмотра на совещании. В послании президента определены четкие и понятные задачи, которые конкретно он сформулировал и указал на то, что, как и дальше, мы будем работать в деле укрепления мира, в защите нашего народа, в защите национальных интересов Российской Федерации. Послание Федеральному собранию – это один из ключевых документов стратегического планирования для определения приоритетов социально-экономического развития. Одним словом, обращение президента станет руководством к действию для всех уровней власти. Субтитры создавал DimaTorzok